Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня Totally Accurated Battle Simulator. Совершенно точно боевой симулятор. Значит, давай мы зайдем в настроечки, я поставлю вертикальную синхронизацию, здесь русский язык есть, и это очень хорошо, нам будет гораздо понятнее разбираться в этой игре. Если ты посмотришь на канале, там был уже ролик по этой игрушке, но это что-то как-то мало там, во-первых, поиграла, во-вторых, что-то она мне как-то... Ого, это что такое? Подожди, мне кажется, я только что... А, это песочница, компания мне нужна. Введение в игру. Давайте начнем с самого начала, посмотрим на нее, я... Даже не знаю, что хотел сказать. Увидел, что там обновление прошло какое-то очень крупное, и поэтому решил, думаю, да, дай-ка я это самое пройду. Если ты заметил, на моем канале стало выходить много различных игр, а не одна какая-то постоянная, потому что я пытаюсь нащупать, так сказать, что же будет вам интересно. Пока вы там пишите комментарии, что же будем проходить мы с тобой, я буду перепробовать все игрушки, и, возможно, по две серии будут выходить каждые игрушки. То есть, хаус флиппер выйдет, там еще что-то выйдет, то-то выйдет, все-то выйдет. Вот где будет большая активность, мы ее и будем снимать. Вот. А пока что... А пока что победить синие команда. Мне нужно победить вот эту вот команду. Давай мы... А можно вращать как-нибудь... Так, нет, мне этого... Это не нужно делать. Я хочу... Ой. Не, я не так хотел сделать. Я... Я хотел по-другому все сделать-то, ну... А, да, можно его продать и пустить вот этих дурачков туда, а вот этих дурачков вот сюда двоих поставить, и все. И давай погнали. Как пустить-то их? М? А, вот, сражение. Ой. Какая неудобная управлялка-то. Я думаю, мы победим, потому что у нас компания такая... Команда очень сильная, я смотрю. А чьи мы? А, мы красные. Я болею за красных. Ну смотри, как размотали просто только там. Даже большая часть осталась в живых. Победы побежды на синяя команда. Нажмите тап, чтобы... Use a good move map... А, to move up and down. Да я понял. А зачем? Если мне это не нужно, я уже научился играть. Давай выйдем немножечко, посмотрим на звук. И сделаем потише вот эту вот музыку и звук потише. Потому что очень-очень-очень громко. Когда битва началась, стало очень громко. У нас есть 800 долларов. Долларов. 800 монеток. И на эти 800 монеток можно... Можно, в принципе, копьеметателей поставить. Также они стоят... А, они стоят 120. А мне не хватит тогда так денег много. Давай вот так сделаем. Делов-то. Победят они или нет? Мне кажется, что должны. Нет, не должны. Слишком уж они... А, что, они все бесполезные, что ли? Нет, не бесполезные. Нихрена себе. Они друг друга будут убивать, нет? А то как-то это нечестно получается, если они друг в друга не будут попадать. Нет, они друг в друга в спины даже не попадают. Смотри-ка. А, наших трое осталось, а их четверо. Может и убьем. Может и получится, может и получится. Смотри-ка. Бей его, бей, бей, бей по голове его щитом. Бей. Давай, давай, давай. Давай еще. Молодец. Еще чуть-чуть. Промазал вопу. Прям чуть-чуточку не хватило. Ладно. Давай заново. Тогда вот тут мы сделаем следующим образом. Копьеметатели. Копьеметатели будут вот здесь. А нет. А да. Стой. А защитники пойдут вот здесь. И все, Делов-то. На них нужно сагриться. Самое главное, чтобы на защитников сагрились. Ой, 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 ой. Как неприятно получилось-то, смотри. Наших-то осталось. Оп, молодец. Прям ему в спи... В спину, блин. И что, и наши копьеметатели сейчас останутся без всего, да? А их-то больше. Блин, ну это не честно. Ну охренеть, они, конечно, снайперы, смотри. Так, дай водички выпью. Сейчас мы решим, как это победить. Туземцы. Что такое туземцы? А, это... Класс такой. Класс. Отряды туземцев. Можно было бы костяного мага сюда захреначить? И... Вообще было бы классно. Давай поставим защитника. Двоих защитников вот так вот с двух сторон. Чтобы на них все агрились. А копьеметатели поставим вот сюда вот двоих. И остальных вот так просто. Ну, типа, ну, просто чтобы были. Как бы стратегия такая себе, сомнительная, но... Возможно прокатит. А, возможно, и не прокатит. Что-то как-то она очень грустно работает, эта стратегия. Да, очень грустно она работает. Мне кажется, с огромным количеством щитоносцев было гораздо продуктивнее. Кинь ты уже. Промазать они могут? Ничего себе. Ну, да, конечно. Сейчас вот этот вот очень грустно выглядит. Опять же грустно выглядит. Так, щитоносец. Защищай вот это вот с дубиной. Ты должен... Защитить их. Защитить его. Давай, 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 давай. Остался ты чуть-чуть совсем. Давайте. Ну и дела. Ну, мы смогли победить. А я думал, уже всё. А я думал, уже всё. Мы не сможем ничего сделать. Так, здесь у нас кто? Здесь... Как вращать камеру? Можно вращать камеру? Нет? Не на колёсики, не на мышки, не на пышки, не на... А на альт? Нет, на альт тоже не вращается. Значит, этого сделать нельзя. Здесь кучка с дубинками. Какой-то дурак с валуном. Маг-волшебник. Дурак с валуном и маг-волшебник. Ну, давай тогда заделаем вот так вот. И одного защитника. Просто пустим, чтобы он стоял просто и радовался жизни. Кидай в мага, в мага, в кидайте. Вообще всё. Ну всё, это победа. Нет, это может быть и не победа. Это может быть и не победа. Давай, кидай. Прямо напряжённый момент. Очень напряжённый момент. Момент. Очень напряжённый момент получился. Потому что вот он каким-то образом умудрился выжить. Да, смотри как. Вообще в лёгкую, в лёгкую выиграли. Да лёгкая игрушка на самом деле. Лёгкая игрушка. Так, у этих чё? У этих куча щитоносцев? У нас есть костяной маг, который камнеметатель. Костяной маг. Костяной маг поднимает землю, я так понял. Нам хватит двоих, троих, магов. И просто вот так вот поставим вот этих. А вот на этих денег нет. Ну и ладно. Ну смотри, сейчас поднимают щитоносцев. Раскидали во все стороны. Давай поднимай ещё раз. Поднимай, говорю. Главное, чтобы их сейчас дубинками не запороли. Дубинками вот моих этих копиеносцев, копи-копи-копи-метателей не забили. А то как-то вообще очень обидно. Ну что это такое? Что вы про... Что вы стоите на него? Ты видел, нет? А может быть, видела? Я вот видел. Это несправедливо получилось. Мне кажется, нужно вот этих вот дурачков поставить чуть дальше. Потому что они очень рано начали кидать. Очень рано начали кидать. И поэтому произошла вот такая вот неприятная ситуация. Ну потому что они подняли. А подняли, когда уже все копи... Все копи выстрелили. А вот сейчас должно пройти хорошо всё. Да? Да. Остался, наверное, вот этот только щитовик. И щитовика закидали копьями. Вуаля. Тап, чтобы продолжить. Это мы прошли сколько уровней уже получается? Уровня три, наверное, четыре. Прошли. Здесь мамонт есть. Что за мамонт? А, у меня на него денег всё равно нет. Поэтому будем без него. Так, это что за люди с вилами? Они меня будут сажать на вилы? Они будут что-то делать интересное со мной? Это шуты. Я так понимаю, какие-то мы с ними разберёмся с помощью копьеметателей. Защитники пойдут вот здесь. А костяной маг пойдёт вот здесь. Ну и дурачков вот этих пустим вот тут вот. Пусть, 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 пусть танцуют сзади. Здорово, конечно, наш маг и волшебник работает против нас. Ни хрена они вилами там закалывают. Стреляй, маг! Ёлки-палки. Что ты стоишь смотришь-то? Ну, а вы что? Копи побросали? Да пейте вы его, ёлки-палки. Там вон Макс рогами его уже почти забодал. Вот так вот вообще на превьюху пойдёт. Пойдёт? Пойдёт. Я думаю, вот так пойдёт. Или вот так. А может быть и вот так. А может быть и вот так. Ну, а может быть и вот так. Не знаю. Вот так. Ладно, пофигу. Нам пока, может быть, ещё даже до превьюшки мы ещё с тобой не дошли. Может быть, тут будет более эффектная какая-то картина, которую мы сможем для себя взять. Костяной маг. Вождь. А вождь что делает? Так, это что такие? Что за люди в бочках? Они защищены, наверное. Ну, значит, нам нужен вождь. Вождь, что это значит? Ух, етить, колотить. Ну, давай вождь. Вождь, он должен быть впереди. Давай троих вождей поставим. Их, блин. Чем больше вождей, тем лучше вводится, так сказать. Блин, а нет. Давай мы поставим костяного мага одного. Троих. Ну, пусть будет побольше вождей, чё бы нет. И копьеметателей. Вот так, вот так. Ну, и опять же денег у меня не остаётся, поэтому... Ладно. Ой, а там ведьмы! Это не красиво, ребят. Ну, вы вообще делаете не по красоте, я хочу сказать. Как мне с вами бороться-то? Вы ж так далеко. А у меня вон все умирают. Опа! Одному в глаз зарядил. И всё. Местная алкашня какая-то бутылка не бросается в меня. И хочет, чтобы я погиб. Блин, ну с горем пополам мы всё-таки выиграли. Копьё летит какое-то, смотри. Красота. Красота. Это тоже здорово. Я просто всех кадров наберу, чтобы потом можно было из чего выбрать. Ой. А как мне туда пробраться? Это что... Что это значит? Это, получается, они защищены. Ну, значит, это нужно просто взять и костяного мага сюда присандалить, чтобы он раскидал их всю шарашку. Ага. Ну-ка. Шарашку-то мы раскидаем. Но вот здесь можно поставить мамонта. Он побежит просто, да, раскидает их всех. А тут вот просто два копеечка. Три копеечка даже получилось поставить. Побежали. Дурак такой бежит. Ого, ничего себе, он просадил их. Слушай, он мощный. Он их убивает хоть или просто раскидывает? Ну зачем ты в свои его-то бьёшь, ну? Дурила ты. Тебя в школе, что ли, не учили? Кого бить нужно? Ну, вообще. Мамонт это имбовый персонаж, который может победить всё и вся. Это у нас, получается, мужики с косами. Деревенщина какая-то. И алкаши. Они идут разбираться со мной. Значит, мне нужно, во-первых, быстро добежать до них. А может не нужно до них добежать? Давай. Нет, щит, наверное, не спасёт от этой бутылки. Давай копия метателей. А вот эти что значит? Эти с косами. С косами, наверное. А давай просто огромную кучу этих мужиков с этими скопьями поставим одного щитовика. Хрен ли нет? Правильно. После сьюнит. Ого! Это я могу... Это я могу за него управляться. Ох ты ж, ёп... Ёхрена себе. Так, а... Это что значит? А, first person, я так понял, да? Выйти на F. А можно за вот этого управляться, нет? Да, можно. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. И как не попал-то в него? Я умер, ёлки зелёный. А? Он точно умер-то? Может не умер? Да что ты, вставай! Вставай! Не попал! Серьёзно! Надо в бок идти, чтобы... Чтобы наверняка. Ну-ка... Как попасть-то в него? Убил! Смотри-ка, первая победа моя личная. А не вот этого вот искусственного интеллекта. Я попал в голову персонажу вражескому. Вот это я молодец. Вот это я молодец. А можно за мамонты, интересно, бежать? Обязательно попробуем. А, мы теперь прошли, получается... Давай выйдем в менюшку и посмотрим. Что мы прошли, получается... Введение в игру? А, нет. Мы не прошли ни хрена введение в игру. Мы прошли только вот первые... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... А, девятый уровень у нас. То есть, а здесь... Получается... Три по четыре, двенадцать, двенадцать. И здесь два, четыре, восемь. Двадцать уровней. Это у нас девятый. Ну, давай хотя бы первую вот эту вот фишечку закроем. Первую страничку. А там будет видно. Это значит, у нас мечевики. И мечевиков мы можем захреначить... Для начала зельями. Блин, нет, зельями... Блин, нет. Они же ведь в этой... В... Они же в защите. Наверное, на них нужно что-то тяжелое запустить. А эта дурастика, наверное, мимо просто пролетит. Ой, это что с тобой такое? У тебя головы нет, что ли? У него такая маленькая голова, как будто бы у него нет мозга. И он им сейчас забросит. Во врага. Ну, ладно. И давай торговцы зель... Нет, это вообще глупость получается. Полуросликов давай запустим. Нет, это вообще глупость. С фермеров запустим. Фермеры, а не всяко хоть с вилами. Так, тачка, она одноразовая? Нет, смотри, она всех раскидывает. И моих тоже. Правильно, правильно, блин. Бей своих чертюжей боялись. Ну, конечно, такая неравная битва получается. Вообще неравная битва. То это что, его обезглавили? А, это маленький. Вылез из кабины и решил подраться руками с мечевиками. Ой, это что это у нас тут такое за сценка-то? Нет, это затея такая себе. Ну, давай вот так сделаем. И вместо вот этих сделаем вот этих вот. А, мы не сделаем вот этих, они дорогущие. Ну, давай вот этих троих получается даже. Давай запустим. Ну, и полурослика киданем. На, пусть, пусть развлекает всех. О, а, а, они же по области хреначат. Тогда, в принципе-то, наверное, надо было бы двоих, а на оставшиеся деньги уже. Ни хрена себе, они закидали его бутылками. Ну-ка, кинь в этого-то. Потом встал уже. Так-то они тоже персонажи такие сильные достаточно. Учитывая, что они могут умереть от зелья. Тупо от зелья. Ну, не прямо уж они могут, конечно, умирать от зелья, но они явно слабеют от этого. Ну, давай тогда вот это вот уберем. Поставим вот сюда вот одного. Вот этих тоже уберем. И поставим кучу фермеров. Потому что мы можем. И этот сейчас торговец зельями киданет во всех. Ну, почти во всех. Он немножко ошибся направлением и кинул в другую сторону, а не вон в ту, которую нужно. Я думаю, что мы сейчас победим. Смотри, наших-то больше всего остается. Да, они умирают гораздо быстрее, когда они под действием зельев. И... В принципе, битва становится более-менее хотя бы равной. Ну, как тебе сказать равной? Да, смотри, сейчас победим. Да, да, нет, да. Куда ты пошел-то? Ты не в ту сторону идешь. Ты не в ту сторону воюешь, дружище. Ого! Какой ты финт проделал. Смотри, что делает. Он пьяный просто. Он пьяный. Он не соображал, что делал. Значит, давай следующий уровень. Ну, идет игрушка пока... Как по маслу. Вот. А пока она идет по маслу... Как по маслу. Мы можем в нее играть и проходить, сколько влезет. Но игрушка выйдет полчасовая, то есть серия полчасовая будет, потому что я даю себе обещание, что будут полчасовые серии. И прохождения будут подольше, подольше, обещаю. А вот обзорные такие серии, которые, знаешь, просто чисто посмотреть игрушку, пройти там пару уровней, побегать там 15 минут 20, полчаса на крайний случай. Ну, 35 минут уж, если прям вот очень понравится игрушка, да? Будет вот 30 минут. 30-35 минут будут выходить серии. Чтобы просто обозреть игру. Тем более, здесь какое-то обновление, что-то очень крупное вчера было, и я думаю, что это... Люди очень хотят посмотреть на него, но я просто не знаю, что здесь нового, потому что я в него, в принципе, не играл. Давай мы, опять же, поставим одного вот этого вот с зельями, потому что... Потому что, потому что, потому что он очень помогает, он очень выручает, он очень силен. Ой, а там лучники. Юйтить они покосили, смотри, как всех. Не, ну это переигрывать по-любому надо, потому что здесь без вариантов, без шансов просто. Они сейчас нас забросают этими стрелами, и всё, и как хочется. Хотя, что-то как-то они луками, что ли, пользоваться своими не умеют. Так, а эти что музыканты делают? Они просто танцуют или что? Чё они играют на балалайки на свои? Он сейчас бросится, смотри. Дурило, блин. Камикадзе. Ты куда? Эй! А вы-то куда? Он-то умер, вы зачем за ним пошли? Идиоты. Они ж так могут уйти, мы проиграем. Ещё один уровень прошли. Вот вообще, блин, быстро проходим. Так. Ой. Но тут уже будет посл... Хотя, может, и не будет сложнее. Давай запустим тачку. Тачку пустим. И пустим торговца с зельями вот сюда вот кинем. Чтобы в него точно не кинуло ничего катапульта. Поставим торговца с зельями сюда. И косарь... Нет, косарь, мы не будем ничего делать. Мы поставим кучу фермеров. Вот с этой стороны поставим кучу фермеров. Потому что можем. А, вот сюда полурослика, чтобы на него кто-нибудь, может быть, да, отвлёкся бы. Вот, смотри. Вообще красота, красота, красота. Тележка, давай гони вот в катапульту. Катапульту гони, давай, говорю. Вообще, смотри, по красоте сработали. Блин. Вот вообще никаких проблем нам этот уровень не доставил. У меня, по крайней мере, точно 4 800. А у нас против нас стоят какие-то маги-волшебники. Которые, возможно, что-то делают очень серьёзное. Так, король и мечевики, мечники. Ну, значит, мы запустим тачку. Также тачку запустим. Также поставим вот сюда вот... Давай двоих вот этих вот чудаков. Торговцев с зельями. Ну, и по старинке, скорее всего, будет правильнее кидануть фермеров. Потому что они огромной своей толпой с вилами, они могут победить. Они подпитывают короля, что ли? Получается, наверное, до того, как мы... А, пока мы не убьём, наверное, вот этих вот магов. Опять у него голову маленькая, смотри. Пока мы не убьём магов, мы не сможем, наверное, убить короля. У него там здоровье, может, восстанавливается или что-то такое. Да убейте вы вот этих вот. А, я же могу брать вот так вот и играть вот так. Эй! Я хочу сам драться. Так, а там нет никого? Нет, там никого нет. Ну-ка, король. Так, не дури. Я тебя на вилу посажу, король. Вставай, давай. Да встань ты, ну. На! Перезаряжайся. Ну-ка. Да что ты делаешь? А, почему он не умирает? В чём проблема твоя? Твоя проблема в чём? Встань и ударь. Наконец-то победили. Это прям какая-то неравная схватка была. Он даже без магов и волшебников... Ой, бутылочка летит. Он даже без магов и волшебников был очень-очень выносливым и живучим. Красота. Ну и чё? А, мне надо было выйти просто из персонажа. Я чё-то я не понял. У меня игра забаговалась, наверное. Я в настройках видел кучку DLC баги. Сделать юнитов огромными, сделать юнитов крошечными. Мамонтов можно ставить друг на друга. Полурослики превращаются в чёрные дыры. Вращение юнитов, крылья для всех юнитов в начале битвы. Включите инструмент отладки, большие фейерверки, бессмертные юниты, повышенная скорострельность в дальнем бою, железные шары. Это очень интересно, но, может быть, если вам понравится и зайдёт эта игрушка, мы будем вот эту вот игрушку развивать немного дальше, чем первая серия и 30 минут. Так, смотрим здесь, что у нас. Здесь у нас мужики с хохолками и копьями, и щитовики. Ну, один немножко, опять же, не в ту сторону воюет, как я могу заметить. Ну, и ничего страшного. Не один, двое, что ли? А, нет, один. Что это ты там делаешь-то своей рукой? Ну-ка. Ну, некрасиво, но убирай оттуда руку и постыдись. Постыдись, на тебя люди смотрят. Давай поставь... Нет, если там щитовики, значит, нужно поставить... С нашими финансами будет правильнее взять и поставить целителя одного, поставить двух рыцарей и лучников. Лучников будет правильнее поставить? Правильно. Ну, и давай вот этого вот лялячку, чтобы пел, какой-нибудь барда воткнём. Ты куда пошёл-то? Ну, ты зачем туда отправился? Ты зачем туда один попёрся? Идиот, идиот. Уходи, 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 уходи. О, блин. Ой-ой-ой, замотал. Ты как? Ну-ка. Ну-ка, где ты? Ну? Что вы делаете-то? Что вы делаете? Меня защищают щитом. Вы же. А, всё, они защищают больше. Ну и ладно. Так, ну давай за балалайчника играть. А, я могу драться даже. Ни хрена себе. Так, сколько наших живых-то осталось? Пойдём посмотрим. Ой, блин, подзатыльник даль. Ну-ка, блин. Я тебе сейчас балалайки свои... Покажу, как жить правильно. Уйди. На, нахрен. Вырубил, что ли? Блин. Хе-хе. Меня тоже вырубили. Ой, я хочу за рыцарь за большого поиграть. Победил? Победил. Я смог победить. Я, блин, за всех теперь буду играть. Потому что это интересно, когда ты сам играешь и сам, так сказать, в центре боевых действий. Тебе это, во-первых, удаётся лучше, чем искусственному интеллекту. И, во-вторых, это гораздо интереснее. Ты же погружаешься всё-таки в игру. Гоплиты. Или гоплиты. Ну, гоплиты, наверное, потому что как-то гоплиты звучит не очень хорошо. А может и гоплиты. Напишите в комментариях, как это правильно читается. У них щиты и копья. То есть это щитовики с копейщиками только вместе. И я думаю, что здесь понадобится нам с тобой катапульта, которая будет стоять вот тут и будет стоять вот тут. Ну и вот тут вот будет стоять какой-нибудь, не знаю, раз и два. Мечники. Оруженосцы. И мы, конечно же, будем пользоваться катапультой. Когда её... Когда убьют наших всех. Так. Поехали назад. Поехали, поехали, поехали. Мы должны выиграть время, чтобы нас не замочили. На! Телегой нельзя завалить никого, ёлки-палки, поражение. Нет, это тогда неправильная какая-то у нас стратегия. Давай сделаем что-то иначе. Давай тогда просто захреначим вот так вот лучников. Пускай стоят. Пускай стоят, чё бы нет. Но так как я снайпер на все руки, то я буду стрелять из лука. Можно на лестницу подняться? Я буду... Ой-ой-ой, нет, нельзя. На лестницу подняться нельзя, уходи. Уходи, тебе здесь не рады, уходи. Блин, неприятно получилось. Да я не хотел за этого заходить, я хотел за вот этого. Зачем ты... Ой. Тоже какая-то неправильная стратегия. Ладно, давай попробуем тогда удалить всё хреном собачьим отсюда. Поставить одного короля. Останется у нас хрен да нихренашенький. Поставить целителей. И троих-двоих лучников одного барда. Бард будет веселить короля, король будет идти целиться. А лучники будут просто на подсосе, так сказать. Ну-ка, бей. Ого. На. Всё? Всё готово? Наших бьют, ну. Давай, давай, лупи, лупи их. Лупи его, лупи, блин, давай. Куда ты развернулся-то весь? Давай. Давай, чуть-чуть осталось-то, ну. Так, балалайчник что делает? Поёт просто и всё. И. Кто живой? Вот этот? Чего? Вот этот живой остался, да? Этот живой остался. На эти. Я был так близок к победе. Это просто нечто. Это просто нечто. Давай тогда ещё разочек, но вместо барда и одного вот этих вот лучников, короче, возьмём и сунем сюда. Чё бы сюда сунуть-то, блин, сюда даже не сунешь, ни черта. Может, одного целителя хватит, а лучников побольше лучше? Ты тоже особо не насуёшь этих лучников. У троих лучников так и получается, и одного меченосца. Какая-то несправедливая ерунда получается. Ой, у меня голова вжалась немножечко. Ой, ладно. Вжалась и вжалась. С кем не бывает, правильно? Так, я буду ждать отсюда. Противника. Опа! Убил! Убил, беги! Убил, беги! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! А, убили. Меня убили. Всё! Да где я застрял, ёлки-палки? Что ж ты? Победа? Я победил? Да, я победил. Красота. Красота. Я так рад, я так рад, блин. У меня есть ты. Хочу сказать. Благодарю и говорю мерси. Так, здесь у нас что? Две катапульты. Баллисты. И куча щитовиков. Значит, мы делаем что? Мы делаем то же на то же. Мы делаем катапульту. Блин, наш катапульт сейчас расхренача только так. Нужно брать... Нужно брать... А рыцарь это что у нас? Не, рыцарь это хрень. Катапульт по сравнению с ним гораздо более значимый элемент нашей победы. Давай тогда и вот сюда вот лучников поставим. Почему нет? Катапульты должны разломать всё вот это вот. Типа помешать баллисте, там ещё что-то. А, нихрена себе ты. Ты здравая какая. Ты давай... Не-не-не-не-не, только не стреляй. Ты не должна была туда стрелять. Ладно, погнали. Погнали, погнали, погнали. Заряжай. Нет, сейчас она в меня стрельнёт. А, не успела. Лышники, короче, вообще вывозят всю игру. Лышники это очень интересная штука. Она... Они, точнее, могут победить любого, если захотят. Это что это такое? Это почти как Минотавр, только какой-то очень странный. С тупыми глазами, с тупым выражением лица и немножечко... Немножечко вообще не к месту. Ну ладно. А, Минотавр, уровень называется Минотавр. Я что-то даже не обратил внимания. Ну давай кучу лучников поставим, что бы нет. Мы просто осыпем... Осыпем Минотавров. Минотавров с залпом лучников. Стрел. А, Минотавры ни хрена себе какие они выносливые в плане выносят. Нехилые такие Минотавры-то. Да, они, смотри, разносят только путь. У него полная жопа стрела, он всё равно живой. Блин. Лучник, стрельни ты ему, ну. Стреляй в пах, он будет бессилен. Да хватит меня бить, у тебя какая задержка атаки-то? Да, это какая-то непобедная серия. Точнее, непобедная... Это как его... Непобедный заход. Чё там делаешь с моим персонажем, ну-ка? Заканчивай. Лучник мой в отчаянии просто стоит и ждёт, когда даже, блин, всё это закончится. Нет, это глупая идея. Даже с учётом того, что мы расставили наших лучников по всей этой... По всей, как это называется, площади. Давай поставим тогда... Рыцарей. И лучника. Пусть будет. Но почему нет? Рыцарей, надеюсь, он так разнесёт? Блин, ну ничего себе. Всё равно, как-то он... Больно... Ааа, рыцарь! Ты куда меня понёс-то? Ну, отпусти. Я не понял, как драться рыцарем, но... Мы сейчас разберёмся. А, одного убили, что ли, получается? Или нет? Ну-ка. Ну-ка, я сейчас... Вы что? Да как так быстро-то? Ты думал... Да отпусти меня. Он умудрился встать, представляешь? Нет! Нет! Я отошёл. Отошёл. Он умудрился встать... Точнее, упасть от меня. А потом встать и кинуться на меня. Ты представляешь? Это какой-то нечестный этот... Персонаж. Этот Минотавр. Какая-то ерунда, получается. Хоть рыцарь, да, он достаточно силён, но всё равно какая-то... Ерундистика. Давай целителя тогда захреначим вот сюда, чтобы, ну, он хотя бы немножечко подцеливал. Опа! Ничего себе! Ты на короля вообще позарился, понимаешь? Вообще нет? Да хватит меня лупасить, ну! Где король? Где король? Ну, у меня здоровье осталось хрен-то маленько, но мы убили Минотавров, получается. Да, оба Минотавров были готовыми. Но тогда вместо этих сраных целителей давай поставим просто лучника. Просто лучника вот сюда поставим, чтобы они немножечко допомогали. Думаю, получится у нас, да? Может быть получится, а может и не получится. Да, на, 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 на. Надо навалять этим Минотавром быстрее, чтобы они были готовыми. Всё, 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 победили. Победная. Победный заход получился. Фа, отлично. Смотри-ка, мы приладились немножечко. Уже приладились. Это уже радует. Это не может не радовать. У нас получается побеждать почти без, без, без большого количества повторений. Только ледяные лучники. Ну, почти. Только ледяные лучники. А, мы уже за других играем. Змеиный лучник. А, у них ледяные лучники. Наверное, они какие-то и эти всякие используют, да? Бафы у них, наверное, от выстрела наш персонаж будет, там, чуть менее подвижным. Давай Зевс вот сюда захреначим. И, сарисофор. А, щитоносцев. Вот так поставим. И лучника змеиного. Погнали. Зевс должен вынести всех. Я считаю так. У него вариантов нет. У него цель такая. А лучники-то ещё все легли. Ой, эти щитовики-то ещё все легли. Они чё отдыхают-то лежат? Зевс, ну, попади, пожалуйста. Ну-ка. Где, где живой? Блин, Зевс, это просто имба. Он стоит немножечко дороже, чем хотелось бы, но... От него, конечно, толку много. Ну, давай вот так сделаем. И... Блин, тут Минотавр... Нет, это не Минотавр, это Человек-Медведь. Человек-Медведь. И ещё кто? А ещё никто. Ещё больше никого нет. Баллисту у нас денег не хватает. Змейный лучник. Двоих можно поставить. И поставить тогда ещё вот этого вот. И думаю, что за Зевсом мы победим. Вообще смотри, просто они все падают. Ой, это что такое получается? Эй! Хватит! Хватит ко мне подходить, ребята! Уходи, 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 уходи! Ну-ка! Ну, отвались от меня, ну! Блин, ну класс вообще. Вот за Зевса я вообще с радостью играю. Во-первых, у него маленькая перезарядка. То есть, быстрая перезарядка. И, во-вторых, он реально, ну, полезный. То есть, он убивает. Он не просто отталкивает, как... Как этот вот, который торговит с этими зелиями. Он просто там откидывает в основном. А убивают его другие персонажи. А этот прям реально наносит какой-то урон. Давай Зевсов вон туда поставим. И две баллисты вот так вот захреначим. Ну и, естественно, на оставшиеся денюжки мы погуляем змеиными лучниками. Нагулялись. Хватит, говорит нам. Игра погулял и хватит. Так, молнии мы кидаем. И кидаем вот в этот медведи, в первую очередь, конечно. Ну, ты что-то делаешь-то? В жопу тебе, блин, эту молнию засуну. Ты думаешь, над кого нарвался-то? Моя Зевса нарвался. Ты понимаешь, нет вообще? Поражение? Это я умудрился поразиться за такое маленькое количество времени? Серьезно? Меня так убили быстро? Ух, нихрена себе, 38 минут. Ты представляешь, запись идет. Ну и давай на этом тогда... А, нет, давай мы на этом не закончим. Давай мы на этом пока что не закончим. Зевсов тогда мы пока придержим. Да и вот это мы тоже придержим. Баллисту нужно поставить ровно посередине. Вот так. И поставить просто Минотавру. Вот так. И поставить тогда еще двоих змеиных лучников. Давай, Минотавр разносит только так. И Баллист еще сейчас пульнет. Мы можем победить с такой расстановкой. Ну или же есть вариант, короче, драться количеством. Просто кучу змеиных лучников. Или же, например, каких-нибудь обычных персонажей, которые, в принципе, не такие сильные, но быстрые. И их много будет. Стренивают. Да, ни хрена он его унес. Так, мы сами себя заперли, что ли, получается? Так, ты давай... Не порть игру. Ты стрельнул, что ли, получается? Да, молодец. Ты большой молодец, что ты стрельнул, но... Я хотел сам. Победили. Ну и, в принципе, на этом тогда давайте заканчивать. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта игрушка, пиши комментарий обязательно и ставь лайк. Подписывайся на канал, конечно же, если ты этого не сделал до сих пор. Поделись видео с друзьями. И до встречи в новых видео, в новых игрушках, в новых сериях этой игрушки, если вам понравится эта игра, соответственно. И всем пока.